всем привет привет лимончики пандероза полностью созрели практически все и сегодня я вам хочу рассказать про этот лимончик поподробней и ответить на вопрос зачем мне столько лимончиков пандероза этот лимончик растет у меня в грунте за ним там дальше рос бананчик кто помнит кто со мной давно бананчики уже выкопала занимал он большое количество места поэтому бананчик переехал снова в горшочек а лимончик пандероза теперь получил полную свободу и здесь красивенько вот так раскинулся формировочки у этого лимончика пока нет я ее буду делать после сбора урожая покажу вам в следующем видео поподробнее рядом с ним скоро будут высаживать еще цитрусовые поэтому немножко лимончику придется потесниться соответственно собираю урожай начинаю формировочку и посадку новых цитрусовых рядом с лимончиком в грунт плоды полностью созрели у лимончика пандероза практически все лишь небольшом количестве есть зелененькие пора собирать урожай и вот поближе хочу вам показать какого крупного размера плодики у лимона пандероза называют их еще бомбочки полностью соответствует название кожура бугристая очень крупные плоды чем настоящие лимончики бомбочки и еще вот такой есть плодик очень крупный увесистый не знаю будет весить наверно полтора килограмма точно плоды у этого сорта достигают два два с половиной даже бывало килограмм ну в общем вот этот возьмем прям наверно взвесим даже мне интересненько сколько же в итоге он будет весить крупные видите да форма разная вот с таким вариантом с таким но в любом случае все равно это все лимончик пандероза с небольшой такой разной формой плода в общем этот сорт ценится за свои крупные плоды в плодах огромное количество семян это большой плюс так как я их всегда собираю сею и получаю классные по двое лимончик этот энергичного темпа роста соответственно и сеянцы от него также получаются энергичного темпа роста так как сеянцы лимончик пандероза энергичные стволы у них сочные в общем хорошо на него все прививается поэтому выращиваю лимончик пандероза для целей чтобы потом использовать сеянцы с данного лимончика как по двое сеянцы лимончик пандероза являются классными по двоями в общем для этого я его и выращиваю сочные стволы хорошо срастаются прививочки проблем не замечала хорошо развитая корневая система в общем все в принципе что и требуется для хороших подвоев на таких подвоях цитрусы должны расти прекрасно и замечательно в общем поэтому я и держу такое большое деревце лимончика пандероз к лимончик пандероза начинает зацветать в общем надо побыстрее делать сбор урожая вот так классно выглядят его цветочки смотрите какая это красота очень ароматные и достаточно крупные вот здесь мы если посмотрим поближе мы увидим что вы допустим некоторых цветочках нет такого вот пестика но если мы посмотрим в серединку этого цветочка мы увидим что на этих цветочках есть пестики а этот без пестика такие цветочки называются пустоцветы обычно их обрывают смотрите видите вот здесь вот внизу еще один пустоцвет и вот с этих сторон тоже еще пустоцвет такие пустоцветы конечно можно сразу обрывать чтобы растение не теряла на них силу но мне некогда этим заниматься в общем просто когда мне хочется попить такого чека я прихожу в тепличку нахожу пустоцветы и просто их обрываю складываю какую-нибудь мисочку завариваю чаек вот здесь еще один нашла видите нет в нем пестика срываю и складываю мисочку в общем обхожу лимончик смотрю где у меня есть пустоцветы набираю тарелочку и завариваю чаек в общем танцы с бубнами возле цитрусовых я совсем не люблю я придерживаюсь такого выращивания чем проще тем лучше стараюсь сильно не заморачиваться поэтому я конечно на таком большом уже взрослом экземпляре не обрываю пустоцветы то есть либо они опадают потом сами лимончик все регулирует самостоятельно либо же вот иногда прихожу и набираю для чая чтобы попить вкусненький но специально я не занимаюсь обрыванием пустоцветов опять же это касается все лимончиков которые уже достаточно взрослые энергичные могут самостоятельно справиться и с пустоцветами и с полноценными такими вот цветочками но если ваш цитрус еще очень маленький но до года наверное до двух лет даже вот так наверное возможно даже до трех но если максимально брать до возраст и он выращивается в горшке и совсем небольшой еще пока не отрос набирает только силы обороты свои соответственно на таких лимончиках или других цитрусовых я рекомендую все-таки самостоятельно оборвать пустоцветы чтобы лишние силы не уходили поэтому конечно лучше на молодых или еще растений таких не сильно окрепших все пустоцветы лучше удалять а вот на таких больших крупных экземплярах которые прекрасно себя чувствуют регулируют они все самостоятельно принципе можно не заморачиваться лимончик зацветает постепенно конечно не сразу прям все 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 цветет те что цвели пораньше они вот так отцветают сейчас у нас здесь очень жарко и посмотрите во что превращаются их лепесточки все это удачненько засыхает и превращается вот в такой вот комок непонятно чего я аккуратненько просто беру вот так и иногда прохожусь и вот это вот все естественно убираю так как здесь немножко и плесень получается из-за сильного конденсата у нас с утра здесь на потолке а потом конечно все это просыхает но цветочком уже этого достаточно поэтому вот чтобы вот такой корки здесь не было из остатков лепесточков я вот таким вот образом все это убираю снимаю чтобы завязи дальше развивались нормально полноценка корочка получилось в общем все это в плесени такой вот засохшем варианте все это конечно удаляется и освобождается зависть вот от этих корочек но иногда прихожу вот с утра по быстренькому пробегаю мимо и все таки это нужно сейчас проделывать чтобы освободить завязи для роста в общем получается примерно вот таким вот образом завязи очищены меньше плесени меньше всяких заболеваний меньше селятся там вредителем в этих местах в общем вот такую процедуру нужно будет проделывать если вы будете выращивать трусы в теплице имейте этот момент в виду в общем достала вот такие вот ящички равномерно не к распределила для урожая и сейчас будем собирать на помощь пришла дочь а сейчас поможет мамочки собрать она любит это дело собирать лимончики помогай давай те сначала которые уже сами отпали помогает собирать в ящичек ну и сейчас срежем потихонечку все остальные такая красота у нас получается срезай дочь а любитель мой лимонный покажи какой классный получился плодик крупный до ну вот и все лимончик разгрузили на нем осталось не знаю буквально пять плодиков может чуть меньше чуть больше зелененьких они будут дозревать но в принципе основной урожай собран сейчас я посчитаю какое количество лимончиков и того получилось сколько штучек дает вот такое вот деревце если его выращивать в грунте в горшке конечно такого урожая добиться очень сложно только если дерево будет себя так прекрасно чувствовать тогда конечно все возможно но сложновато в грунте теплицы это намного проще сюда из удобрения ничего еще не вносила за вот эти три года единственное что при посадке в ямку я добавляла песка все это перебивала с нашим черноземом и как бы и все удобрение в нем нет ничего не подсыпала просто вот три года как рост так и растет то есть для выращивания в грунте условия немножко попроще многие подсыпают подливают в грунт но я считаю что пока на данном этапе всех элементов питательных хватает нашем черноземе лимончик у прекрасном на растет бузует соответственно ничего не вношу истощение никакого нет как вы видите все с ним замечательно и прекрасный посчитала я лимончики здесь в четырех ящичках там еще и слой 30 штучек вот здесь 30 штучек получается 4 штуки еще зреет это 34 и 2 штучки мы съели в общем 36 лимонов на вот том деревце в этом году получилось я считаю что это очень классный очень классный результат в общем супер продолжаю выращивать дальше так как нужно очень много подвоев для дальнейшего размножения цитрусовых вот этот такой плод самый крупненький на мой взгляд и там еще наверное вот этот можно попробовать взвесить в общем из этого ящичка что-то и сейчас посмотрю сколько же он все-таки весит но килограмм на 100 процентов может даже больше весы мои конечно могут врать то что стоят не очень прям на ровной поверхности вот 956 грамм возможно чуть больше весы мне кажется все таки много привирают не ровненько стоят ну да ладно в общем если даже килограмм то это уже очень даже круто такс еще один но там небольшое расхождение на граммах есть 822 грамма мы начинаем разрезать наши лимончики хочу вам показать какое большое количество семян в этих бомбочках в общем вечер предстоит долгий как вы поняли все нужно аккуратненько разрезать чтобы не повредить семена посмотрите просто все в семенах вот это это то ради чего и выращиваю я лимончик пандероза ради его классных и больших семян следующий лимончик это тот который самый-самый крупный у нас хочу его тоже разрезать и посмотреть нормально или в нем полноценные семена или нет вот здесь семечка выпала мы видим она полноценная косточка но не все они бывают полноценными сейчас поразрезаем вечером потихонечку в общем вот такая красотища у нас получается здесь косточки посмотрите поменьше чем вот в этом сейчас их рядышком хочу так положить видите немножко мельче но это в принципе нормально из ничего страшного если они будут чуть поменьше пчелка прилетела услышала аромат лакомиться сегодня у нас 8 декабря 2021 год тепло на улице в принципе на сегодня 15 градусов я футболочки пчелки еще летают такая вот у нас погодка в этом году вот такие вот результаты на сегодняшний день по лимончику пандероза